Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы! Сегодня 5 сентября, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, вчера пошла в отработку наша торговая идея по евро-доллару и по золоту. В принципе, все идет как надо. Надеюсь, еврик практически уже отработал, золото идет к намеченным целям. Давайте посмотрим список новостей на сегодня, потому что, как вы видите, драйверами новостей, драйверами сильных движений на рынке и последнее время и всегда бывают новости. Вчера они вышли, они вышли слабенькие, это получилось все как бы слегка в кассу. Вот так. Сегодня первичные заявки по безработице в США в 15.30. Это важно. Международные резервы Центрального банка вообще не интересуют. И в 17.00 индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в США. Это хорошо, потому что, ну, как минимум, новости нет разных новостей в одну секунду. Запасы нефти, в принципе, тоже неплохо, но мы тоже нефть угадали, как вы помните. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Поехали! Итак, начнем мы с котировочек золота, которые растут, наконец-то растут. Вот у нас, в принципе, была торговая идея на покупку этого инструмента от большого лонгого слома, вот этого. Он так и не был пробит, напоминаю, поэтому торговая идея пока в силе. 140 на 300, уже примерно 2 к 1 она дает. У нас были попытки зайти покороче, и они две штуки не, как бы, увенчались успехом, скажем так. Соответственно, если идея работает, то, в принципе, мы просто перекроем лосси и немножко заработаем. Что из интересного? Интересно то, что золото не пробило вот эти лоя. Это очень странно. Но это хорошо в том плане, что мы удержали эту позицию, это классно. Но это хороший задел для будущих шартов, когда инструмент здесь перепишет хая и, возможно, подрухнет вот в эту зону. Можно будет здесь посмотреть шарты и потенциал хода будет огромный. Просто 7 косарей, друзья мои, на дороге не валяются. Я сегодня смотрел. Пара евро-доллар отрабатывает нашу лонговую торговую идею. Вот она пошла, как обычно, на Америке. Были тесты на Европе. Но, как бы то ни было, при стопе в порядке, ну, до 20 пунктов. Тейк-профит, ну, либо сейчас можно забирать, либо чуть-чуть дальше. 600. Я думаю, что пробой вот этой трендовой линии поддержки сопротивления, которую сейчас все видят, из-за которой сейчас топятся продавцы, он будет такой, знаете, мощный. Может быть, мы еще немножко откатим, но потом треснем вот этих продавцов. Обычно такие уровни не пробиваются. Ну, как вот здесь, да, допустим, подход, 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 подхоз, и потом хрязь, и мощный, мощный прорыв. Возможно, это произойдет сегодня на Америке, как это обычно бывает. Ну, если это произойдет на Америке, то новости будут слабые. То есть, видите, я прогнозирую новости, глядя на график. Но я убежден в том, что все эти новости, которые выходят, допустим, и сегодня, и всегда, о них уже всех знают. Ну, представьте, сколько людей их, ими занимаются. Все это статистика, это все такое. Эти числа не появляются вот так. Вот, соответственно, если знают один, знают двое, знают уже и сотни. Соответственно, эту информацию нужно покупать, продавать, перепродавать таким же трейдерам-барыгам, которые используют это все в своих корыстных новостных трендах. Итак, значит, по евро-доллару ждем вот этого пробоя. Он может быть сразу, может быть с отката. Если, если не пробьют сразу, и это будет интересно, тогда можно подождать еще вот такой забросик и уже удар сюда. То есть, если не пробьют сходу, вот, то ждите вот захода сюда. Это будет хороший вариант купить со стопом в 200, стейк профит там 402 к 1. Может быть еще пробой будет еще там на 200, но это уже будет 3 к 1. Фунт, доллар, в принципе, копируют еврик. Я говорил о том, что это все поломается, как это все, это все ломается обычно на новостях. Новости бахнули, все поломалось. Через слом, кстати, фунт довольно технично, довольно технично, даже при стопе. Ну, пусть в 400, тейк профит, ну, один к одному здесь, один к одному. Но если при стопе сюда 200, тогда здесь будет один к одному, тоже готов переписаться. Но здесь нету, правда, хороших уровней. Здесь просто импульс, откат и третья волна. В принципе, абсолютно одинаковые торговые идеи, потому что они все замешаны на новостях по доллару, которые выходили в это время. А австралийский доллар, жду продолжение лонгового движения. Я говорил, что может откатить глубоко, может откатить неглубоко. Ну, пока откатил неглубоко, ложный пробойчик, кто торгует ложные пробои, те, собственно, может быть уже в рынке. Напоминаю, что основная цель по этому инструменту уровень 0,69 и до него еще ползти и ползти нам, ну, вот, 1700 пунктов. Возможно, еврик на эти 1700 пройдет уже в своей части вот здесь вот, да, но это будет 1000, и он перепишет исторические хая. Напоминаю, что большой план на рост инструмента под названием евро UCD, это все-таки пробой 23-го года. Потому что дневная тенденция вот эта, она уже сломилась. Это были импульс, откат, импульс, откат. И вообще логично, что еврик вот сюда вырастет и перепишет вот эти экстреммы. И от текущих, друзья мои, это те же 2 косаря, что и по большому счету по австралийскому доллару. Все это коррелирует друг с другом, потому что эти инструменты объединяет американский боксионыш. Так, доллар-канадец тоже за я за слабость американского доллара. Я говорил, что это произойдет, произошло, как обычно, вчера. Вышли новости, все обвалилось. Кстати, новая площадка, ее тоже сейчас вынесут. Все это здорово, но зайти здесь я пока не вижу, где они дотянули до любимого всем уровня поддержки сопротивления. Но я считаю, что вот эти ловушки, которые были расставлены в солнечном феврале, они будут пробиты, возможно, даже в солнечном феврале этого, точнее уже следующего года. Так что будьте аккуратны с лонгами по этому инструменту, это опасно. И потом не говорите, что я вас не предупреждал. Доллар-иена валит, как мы и ждали. Валит-валит через сломы. Все классно. Напоминаю, что основная цель фиксации шортовых позиций, которые вы набирали, это 140. Что мне понравилось, что инструмент тестировал зону вот этого слома, именно с четвертого. Правда, он уже тыкался в него несколько раз. Что не понравилось, что не оттестировали небольшой слом 15-минутного таймфрейма. Возможно, японские маркетмейкеры не торгуют на 15-минутном таймфрейме. Нефть обвалилась, друзья мои, как я и обещал. Ниже 70 баксов. Все, как мы хотели. Но я думаю, что это еще не вся кровь покупателей. Потому что один из важных уровней, это все-таки уровень 67-70. Это лая ноября 2023 года. Рядом еще лая 2023 года. Все это может посыпаться дальше. Мы здесь свою трешку забрали. Она уже не первая. То есть, прошла первая волна, вторая, третья, четвертая. Сейчас идет пятая волна. Собственно, первая, третья и пятая. Самая мощная. Первую взять сложно. Третью взять можно. И пятую тоже взять можно. Соответственно, я жду дальнейшего обвала нефти. Кто там за этим стоит? Чего там? Политика там. Полная чухня. Наша задача работать от сломов, чтобы понимать, с какими рисками заходить. И забирать свои соотношения. Так, биткоин. Биткоин не растет, не падает, болтается во флете. Говорил о том, что есть такая большая торговая идея. Подкупиться примерно от текущих, либо ниже. С целью перехая. Со стопом за лоу августа. Можно так сделать. Если вы хотите лучшей конфигурации, ждите сломов от текущей ветки снижения. К примеру, инструмент будет дальше подваливать. Вы его просто тралите вот такими, так называемыми, приорами, зонами приоритета. Если появится хороший лонговый импульс и поломает вот эту ветку шортовую, вот эту шортовую поломает и даст вам откат, к примеру. То вы можете взять его на тесте от слома. Соответственно, у вас стоп будет здесь, а тейк там, собственно, дальше. Ну, как Роберт Киосаки заявлял. Обещал и завещал. Ну, как минимум на 161 фибию тоже можно будет выйти. Это и будет исторический перехай. Но пока эта ветка не сломлена, соответственно, у вас с маленькими рисками зайти не получится. Соответственно, у вас возможность купить только с такими рисками. Соответственно, соотношение будет не таким мощным. Поэтому поджидайте, поджидайте свои сломочки. Так, фондовые индекса подкатывают, подкатывают. Кто хочет купить, ждите теста лонговых сломов. Продавцов мне пока порадовать нечем. Потом нефть падает, газик тоже начинает подваливать. У нас, что там, начало месяца, в принципе, лонговые позиции в силе. Здесь можно что-то подбирать, держать. Но, напоминаю, газ экспирируется каждый месяц. И удержать его больше, чем месяц, не получится. Доллар-франк на слабых новостях по баксу валит вниз. Напоминаю, что с доллар-франкой дальше не интересует сеточный метаторговля. Если инструмент перепишет локтик прошлого года, а это, я думаю, произойдет уже в ближайшее время, то мы включим обязательно сетку лимитных покупок с шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку и выйдем на ближайшем зеркальном уровне. И будем немножко богаче. Пока инструмент не дошел, не трогаем его. Это опасно. Так, у канадца, у канадца примерно, канадца-франка примерно то же самое. Ждем пробоя лоу текущего года и набираем ланги. Шаг, здесь тоже 500. Инструмент короткоходный. Канадец-иена тоже граница диапазона. Не трогаем по франк-иене. Франк-иена не дошла до полтинника, стала дальше падать. Все, что связано с иеной. Шаг не менее 1000. Это инструменты очень-очень опасные. И здесь будьте с ними внимательны. Особенно не набирайте их целой кучей. Так, австралиец-канадец. Инструмент правильный для сеток. Если пробьет вершины текущей осени, будем набирать с шагом не менее 500 пунктов. В шарты, вот в этой зоне. В ланге у нас будет ниже. То есть граница диапазона показана. На изеландец-франк внутри диапазона ждем границ. Австралиец-навозеландец тоже внутри диапазона не трогаем. Еврокат подрастает. Это очень хорошо, потому что сетка лимитных продаж у нас будет разбросана немножко выше. Ждем, когда инструмент сюда дойдет. Евро-франк, если пробьет лоя текущего года, набор лангов шаг не менее 1000. И евро-ауди внутри диапазона мы пока его не трогаем. Так, ответы на вопросы на YouTube-канале у нас пока комментариев нет. На этом на сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока.